Конкурс профмастерства «Традиция многолетняя» ежегодно за звание лучшего технолога соревнуются сотрудники флотационных и галлургических фабрик. Свою оценку дает специально созданная комиссия. Вот под ее оценочный взгляд попала и сельвинитовая обогатительная фабрика 3-го Соликамского родоуправления. Авторитетная комиссия, состоящая из работников других фабрик, оценивала сменного мастера-флотатора и фильтровальщика сельвинитовой фабрики 3-го Соликамского родоуправления. Так под строгие пристальные взгляды комиссии попала Юлия Пастухова, фильтровальщик 3-го разряда. Как и полагается, Юлия показала конкурсной комиссии свое рабочее место и рассказала о своих обязанностях и технике безопасности. Девушка трудится здесь уже 13 лет и впервые решила принять участие в конкурсе. Показать себя, мое мастерство, чему я достигла, что я научилась. Волнение страшное, там все трясется внутри. Очень страшно. Работники меня поддерживали, да. Готовилась я, ну месяц готовилась. Между тем, конкурс проходит в два этапа. Сначала участники на своих рабочих местах демонстрируют практические навыки, а затем приступают к теоретической части. Конкурс дает возможность объективно оценить рабочие места, пообщаться между экспертами и участниками конкурса, посмотреть приемы практической работы, изучить лучшие приемы, передовые приемы работы, ну и транслировать их на своих родоуправлениях, на своих рабочих местах. Одна из целей конкурса профессионального мастерства на Уралкалии – это обмен опытом считает и председатель конкурсной комиссии Светлана Алиферова. В любом случае, когда ты знакомишься с чужим опытом, ты перенимаешь этот опыт и перенимаешь все лучше, что это возможно. То, что сейчас в конкурсе участвуют и сменные мастера, я так думаю, считаю, что руководители, начальники, фабрик, начальники, директора родоуправления замечают тех новых звездочек, которые в дальнейшем могут вырасти в руководителей. Обмен производственным опытом, награда за победу и возможность профессионального роста – это реально для каждого технолога, решившегося на участие в конкурсе. Сегодня конкурс профмастерства завершен, а вот кто станет победителем, будет известно на праздновании Дня химика. Евгения Константинова, Алексей Запутряев, Сергей Зибзеев, телекомпания Соль-ТВ.